Утро это очень круто! Ой, а где Антон? Где гости? Ой, Хрюша, да, походи, пожалуйста, Гассан. Ребята, Хрюша, с добрым утром, малыши! Пожалуйста, простите за опоздание. Ты меня так напугал! Я уже подумал, что придётся начинать утро без тебя. Хрюша, ещё раз, пожалуйста, прости меня. Я встречал нашего гостя. Ребята, знакомьтесь! Здесь заряжать этот день позитивом. Вместе с нами будет певец Газан! С добрым утром, все-все-все! Привет! Приятно познакомиться! Мне тоже. Газан, а это имя или псевдоним? Это псевдоним. А почему Газан? Что это означает? Просто набор, наверное, букв каких-то. А я знаю почему. Наверное, Константин в детстве был очень таким активным ребёнком. Газовал! Газан! Давай, вперёд! Всё может быть. Да. Я сегодня, вот честно, вот честно, так закрутился, что не успел сделать утреннюю разминку. Зарядку. Предлагаю сделать всем вместе. О, давайте. Я за. Как раз я с утра сегодня рано проснулся и не успел позаниматься. Тогда зарядку будете делать по моим правилам. Я, в отличие от вас, уже позанимался. Хрюша, а что значит по твоим правилам? Буду говорить, что делать, а вы повторять. Вот у меня и карточки с упражнениями есть. Каждое движение нужно будет зафиксировать и добавить к нему следующее. Обещаю, будет весело. Да, заинтриговал, Хрюша, как всегда. Ладно. Ребята, если вы только что проснулись, повторяйте вместе с нами. Мы готовы? Мы готовы. Мы готовы. Итак, тогда... Тогда... Поднимите руки в стороны. Пожалуйста. Задержитесь в этом положении. Держимся. Поставьте правую ногу назад. Назад. Разминайте кисти рук круговыми движениями. Ощущение, как будто мы самолеты летим. Вперед! Улыбнитесь. Вы приметесь, руки по швам. Наклоните туловище влево. Влево. Наклоните туловище вправо. Вправо. Подпрыгните и сделайте наклон вперед. Хоп! Та-дам! Утренняя разминка завершена! Круто! Ребята, надеюсь, что вы повторяли за нами. У вас отлично получилось. Газан, ты, наверное, с детства спортом занимаешься. Я с детства занимался футболом и вот сейчас тоже играю. Круто. Ты известный певец. Но я знаю, что в школьные годы ты играл в театральной студии. Правда? Да, это правда. Я пять лет занимался в театральной кружке. А я тоже, кстати говоря, занимался в театральной студии. И моя самая главная роль, Хрюша, это дерево. А у тебя были такие необычные роли? Не знаю, роль цветочка или роль мха? Нет, мне такие роли не давали. Ну, а этому надо еще учиться. Для мха главное – позеленеть вовремя. А может быть, сказочные персонажи были в твоем репертуаре? Ну, мы играли красную шапочку, и я был в роли волка. О-о-о-о, это уже интересно, такой злобный персонаж. Ну, я знал об этом факте твоей биографии и подготовил, Хрюша, я подготовил, не ты, конкурс. Газан, тебе нужно будет изобразить учителя литературы, который очень любит использовать в речи разные поговорки. Ну, вот незадача. Он простудился и потерял голос. А что же он говорит своим ученикам в разных ситуациях? Будут угадывать Хрюша, ребята и все-всех, кто сейчас находится перед экраном. Итак, как я волнуюсь, я не часто между прочим, конкурсы провожу здесь, у нас. Обычно это Хрюша всегда делает. Сейчас я буду читать небольшую предысторию. Потом покажу Газану пословицу, только Газан ее увидит, а ты, Хрюша, и ребята, нет. Вот Газану нужно будет очень быстро сообразить и показать мимикой, жестом вот эту известную, очень известную пословицу. А их у меня будет несколько. Так вот, правила простые. Вы готовы? Да. Ребята, вы готовы? Готовы! Тогда, внимание, когда второклассник Генка сказал, что не выполнил домашнюю работу, ну, потому что весь вечер играл во дворе футбол, учитель показал, ну, как бы произнес. Хрюша, ребята, вы молодцы! Правильно! Дело время, апотеки, час! Продолжаем, продолжаем. В пятницу у второго В контрольное по русскому языку. Учитель просит ребят вспомнить все правила, которые они прошли во всей четверти. Ну, занимаясь. А в конце добавляет. Вот что добавляет. Да, я понял. Что-то вот повторяется несколько раз, да? Да. Грамоте учиться всегда пригодится. Нет? Нет, Хрюша. А еще покажи. Да. Газан Петрович показывает. Смотри, какие-то цифры идут последовательно, да? А-а-а! Повторяется раз за разом. Кажется, я понял. Это повторение мать учения. Это правильно! Повторение мать учения. Газан нравится? Классно. Продолжаем. Итак, внимание. Первоклассник Илья участвовал в соревнованиях по бегу и сумел обогнать чемпиона прошлого года четвероклассника Никиту. В восхищении учитель сказал. Ну, правда, руками показал. Вот, показываю. Так-так-так, маленький. А, маленький, но сильный. Ну, нет, Хрюша, подумай еще немножечко. Так, маленький. А-а-а! А, вспомнил! Маленький, да удаленький. Конечно! Маленький, да удаленький. Ха-ха-ха! Ура! Там больше нет у тебя пословиц? К сожалению, нет. Хрюша, ну ты справился на пятерку! Молодец! Уверен, что ребятам тоже понравилось и они тоже догадались. Совершенно правильно. Газан показал гениальный, я считаю. Ты отличный актер. Спасибо. Приезжай к нам в гости еще! О, в следующий раз я что-нибудь придумаю. Обязательно приеду. Ребята, желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Вместе с самым любимым каналом Горуси!